Доброе утро, наши самые ранние телезрители! Просыпайтесь, будем встречать новый день вместе! С вами программа «Про утро» на телеканале ОТВ и мы, Денис Светличный и Полина Толмачёва. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 26 октября, среда. Я надеюсь, что вас ждет интересный и плодотворный день. А вот в чем я уверен, это в том, что ближайший час будет веселым и бодрящим, потому что начинается наш эфир, программа «Про утро». Маунтинбайк. Езда по бездорожью на велосипедах. Надо сказать, очень опасный экстремальный вид спорта. Но ребят из Барвихинской спортивной школы это совершенно не останавливает. И они с радостью покоряют и бездорожье, и даже горы. Смотрим сюжет об этих бесстрашных экстремалах и их опытных наставниках. Тренировка сегодня у нас равномерная. На пульсе 120-130. Никто большой пульс не поднимает. Но отработка, подъемы и спусков. Наставления тренера в этом виде спорта необходимо соблюдать обязательно. Занятие маунтинбайком для настоящих смельчаков и экстремалов. В Барвихинской спортивной школе занимается больше 30 таких ребят. В разных возрастных категориях они поэтапно осваивают этот сложный вид велоспорта. «Просто катаются, технику изучают. Небольшие спуски, подъемы, подъем. И маленькие-маленькие трамплины. С возрастом трамплины мы увеличиваем. Большие, все больше. И горки большие, и спуски опасные». Крутые подъемы и спуски по мокрому бездорожью на двухколесном транспорте ребята преодолевают с легкостью. Но это результат большого труда и внутренней работы. Главное – выполнять наставления тренера и уметь побороть страх. «Каждая трасса сначала неизвестная, но очень страшная. Особенно, когда в этом году приехал первый раз на всероссийские соревнования. Там уровень трасс намного выше, чем у нас на области. В горах, где большие камни, большие трамплины, сначала все кажется страшным. Но когда кто-то перед тобой уже опытный это проезжает, смотришь, как где притормозить, ускориться, и это помогает побороть страх». Никита Рыжанков уже 8 лет занимается маутинбайком. За его плечами серьезные соревнования. Своим двухколесным конем управляет с легкостью, но для этого одной физподготовки недостаточно. На трассе нужно включать голову. «Развивается мышление, когда нужно где-то придумать, где обогнать, где ускориться, чтобы отъехать от соперника». Свою любимую трассу в Барвихе спортсмены считают идеальной для такого вида спорта. Не прекращаются тренировки и зимой. Катаются на лыжах, занимаются в помещении на специальных тренажерах. Велосипеды, форма, спорт, инвентарь – дело затратное. Один из родителей нашел необычное решение и сам смастерил три тренажера из простых материалов. «Профиля от мебели алюминиевые, ролики от водяных труб больших, с дельмодиаметров просто, и все. Ну и станок, ну и умения еще». Сейчас ребята с тренером готовятся к новым соревнованиям и к проведению масштабного мероприятия – восьмого этапа соревнований «Золотые колеса», которые пройдут на трассе в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в конце октября. Я не знаю, мне лично даже смотреть страшно такие сюжеты. Ну не смотри, просто расскажи нам, какие праздники сегодня отмечают в мировом сообществе, ну и в нашей стране в том числе, 26 октября. С удовольствием. Сегодня отмечать добрый веселый праздник называется он «День приятных неожиданностей». Доподлинно неизвестно, кто и когда его придумал, но это явно очень добрый и позитивно настроенный человек. Ну, я так понимаю, в этот день, исходя из названия, принято делать приятные неожиданности окружающим людям, правильно? Правильно. Причем не только близким друзьям и знакомым, а даже совершенно незнакомым людям. Вот скажите, ты когда не получал такие неожиданные приятные сюрпризы или подарки? Ну, не знаю, сюрпризы и подарки, наверное, неожиданные получал, но какие-то такие незначительные, что даже не запомнил о них. А вот какие-то ситуации, которые провоцируют мои друзья и близкие, неожиданные и весьма приятные, конечно, в жизни происходили. Я тоже много раз получала разные и ситуации неожиданные, и подарки, и сюрпризы. И могу сказать, что это очень приятно всегда. Ну, а вот какие приятные неожиданности и сюрпризы случались с жителями нашего округа, мы сейчас узнаем в рубрике «Про опрос». Доброе утро! Это рубрика «Про опросы». Сегодня мы узнаем, что самое необычное дарили людям. Мне один раз подарили гироскутер. Но он был очень большой, я мог на нем кататься. Весь день и заряд был. Дарили. Бриллиант веколцо. А еще что необычное? Необычное. Ну, сын квартиру дарил. Из всех необычных, наверное, самый необычный был подарок у меня – котенок. Мне один раз подарили котенка. Котенок прожил у меня 12 лет, белый, красивый. Самый красивый был. Маркис его звали. А у меня муж мой однажды устроил юбилей, у меня был. И он совершенно неожиданно для меня устроил подарок. Он подарил книгу, то есть занялся изданием моих стихов и подарил на этот юбилей мой книгу. Нежданно, негаданно, абсолютно совершенно верно. Наверное, это вот микрофон за 50 тысяч и тортик. Мне на день рождения подарили велосипед. Торт был очень большой, синего оттенка. Там было очень много украшений. Мне дарили телефон, дарили дорогой. И каждый раз все покупают дети, мне дарят. К Новому году, к дню рождения. Машину. Правда, неожиданно подарили машину. Да. Супруг. На дне рождения. За рождение дочери. Ну что, вот такие вот интересные сюрпризы и неожиданности происходили с жителями нашего округа. Если вы, наши дорогие телезрители, хотите поделиться со своими неожиданностями, которые в вашей жизни случались, сделать это проще простого. Вы можете прямо сейчас перейти по QR-коду, который видите на своем экране, на наш телеграм-канал и написать там о том, как и что с вами происходило в комментариях. Пожалуйста, вперед. Мы обязательно все прочитаем. И самые интересные комментарии, я думаю, даже озвучим в ближайшие из наших программ. Ну а мы идем дальше. 26 октября в Азербайджане отмечают День граната. И этот полезный фрукт того заслуживает, потому что его называют настоящей витаминной бомбой. Гранат содержит такие витамины, как С, Пи, В6, В12, которые укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Милые дамы. А гранат считают просто женским фруктом, потому что масла, которые содержатся в косточках граната, помогают поддерживать гормональный баланс. Нам, женщинам. Вот женщины всегда перетягивают одеяло на себя, думают только о красоте. А, между прочим, гранат на минуточку помогает бороться с самой главной заразой, ну, скажем так, современности. Да, именно с ковидом. С ковидом. Вот смотрите, что я вычту. Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра университета Ульма в Германии заявляют, что зеленый чай и сок граната способны подавлять ковид-19 в организме на 80%. Вы представляете, насколько полезен этот фрукт? Так что, пожалуйста, по гранатику в день, и все будет хорошо. Запивай зеленым чаем. Ну, можно и так. В Подмосковье в прошлом году стартовала акция «Лови гранат», в рамках которой больным в больницах доставляли такую помощь в виде ящиков с гранатами и зеленым чаем. Тем самым способствовали их скорейшему выздоровлению. Смотрим сюжет как раз о том, как эта акция проходила в Одинцове. Мы привезли в поликлинику перчатки и маски. То, в чем остро нуждаются сегодня наши врачи. Упаковки масок и перчаток бережно сложены в коробки. Спелые гранаты рядом, в пакете. Активисты волонтерского центра «Единая Россия» сегодня в третьей Одинцовской городской поликлинике. Привезли самое необходимое и приятный бонус в рамках акции «Лови гранат». Плоды граната в сочетании с зеленым чаем очень полезны и эффективны для нашего организма, для поддержания иммунитета. Больше двух тысяч масок и перчаток, три коробки гранатов. Это подарки только для третьей поликлиники и ее педиатрического отделения. Раньше волонтеры «Единая Россия» уже побывали в Звенигороде. Туда подарков отвезли еще больше. Наше решение было о том, что собрать свои личные деньги и просто поехать по-человечески помочь, пообщаться. Отчасти это акция, отчасти наше самовыражение, что мы хотим приехать, хотим помочь, ну вот хоть в чем-то. Масок и перчаток в медицинских учреждениях Одинцовского округа достаточно, но лишних нет. Расход слишком большой. Средства индивидуальной защиты выдают не только медикам, но и беспечным пациентам. Потребность в масках, расходных материалах, средствах индивидуальной защиты сейчас очень сильно возросла. Поэтому, конечно, эта помощь нам оказана очень вовремя и в полном объеме. И это медучреждение округа не последнее в списке активистов волонтерского центра «Единой России». Полезную акцию «Лови гранат» они планируют проводить и дальше, разумеется, не забывая об адресной помощи нуждающимся. Еще один полезный, на этот раз овощ, находится сегодня в центре внимания. Сегодня Международный день тыквы. А вот ты и не права, между прочим. Нет, то, что сегодня Международный день тыквы, я не сомневаюсь, ты у нас гуру в праздниках. Даже таких необычных, как День тыквы, например. Что за праздник? Ну ладно. Но тыква – это не овощ, это фрукт. А знаешь почему? Потому что плоды этого фрукта содержат семена, которые развиваются из цветков. А это признак фрукта. Именно фрукта. Но на самом деле существует даже ряд так называемых овощей, которые очень часто неправильно называют. Потому что это не овощи. Ну я сейчас говорю о помидорах, но я думаю, что многие знают, что это ягода. Ну и еще многие другие, но я думаю, что этому мы посвятим отдельную программу. На самом деле, дорогие друзья, как вы уже все знаете, близится Хэллоуин. И хоть этот праздник, конечно, американский, но его и у нас отмечают, потому что уж очень он веселый и необычный. Ну и, конечно, самым главным символом этого праздника, который, не знаю, по какой причине вдруг начали отмечать в нашей стране. Ну да ладно, как говорится. Нас в стране вообще дай только повод. Да, отметить что-нибудь. Да, отметить что-нибудь. Поэтому мы многие праздники отмечаем. Такой вот мы народ веселый. Ну ладно, но небольшой экскурс в историю праздника, символом самым главным этого праздника является тыква. Ну я думаю, что многие это знают. Из тыквы вырезают какие-то устрашающие, даже не поворачивается язык сказать что-то, лица, морды какие-то, рожи. Но на самом деле из тыквы можно сделать очень уютный и красивый предмет интерьера. Да, да, мои хорошие. Если я вас заинтриговал, то посмотрите наш следующий сюжет, который ведет наша очаровательная Полина Бахова. Она все подробно вам расскажет и покажет. А вот как его посмотреть, я вам сейчас расскажу. Вы видите на вашем экране вашего телевизора QR-код, наводите на него свою камеру и попадаете на наш YouTube-канал, на выпуск «Творческая мастерская Полины Баховой», в которой она покажет вам, как сделать уютную тыкву для дома. Ну, я надеюсь, что вот эту интересную рубрику с Полиной Баховой вы посмотрите уже после нашей программы, перейдя по ссылке и попадя на наш телеграм-канал. А мы продолжаем нашу программу про утро. И сейчас настало время именинник. Друзья мои, сегодня у нас очень необычный день. Потому что начать я хотел бы действительно с неординарной личности, которая родилась сегодня. Потрясающий человек, надо заметить. Человек, которого вы все знаете. Ну уж, по крайней мере, те, кто сейчас смотрит телевизор, точно абсолютно знаете. Сегодня день рождения отмечает очаровательная девушка, ведущая программы «Про утро» Полина Толбачева! Я думала, ты забыл! Винник, я думала, ты забыл. Спасибо, дорогой. Я надеюсь, сладкий стол нас ждет после программы. Уже ждет. Спасибо, дорогой. Я тебя поцелую. Да. Спасибо. Спасибо. Давай дальше. Ну ладно, продолжаем. Конечно, в свете столь знаменательного события все остальные дни рождения меркнут. Но я должен о них сказать. Поэтому сегодня еще родились такие великолепные люди, великие, не побоюсь этого слова, как русский живописец и литератор Василий Васильевич Верещагин. Кстати, надо сказать, любимый художник нашего главного редактора. Ильи Рыкова, да. Я надеюсь, что он нам скоро подарит целую программу в своей рубрике про искусство об этом живописце. Еще сегодня родился советский и российский актер театра и кино народный артист РСФСР Владимир Кашпур. Великолепный Владимир Кашпур. Мне посчастливилось видеть его в театре. Денис, я тебе завидую, потому что Владимир Терентьевич был, конечно, выдающимся актером. Его называли актером, большим актером маленьких ролей, потому что он был королем эпизода. Он снялся в 114 картинах и более чем, в его творческом багаже, более чем 50 ролей в театральных постановках. В театре в Амхате он играл. У него были, конечно, большие главные роли. Ну, я говорила про кино, про эпизоды. Великолепный театральный актер, безусловно. Так, ну хорошо, поздравляем. Еще сегодня отмечает день рождения советский и российский режиссер, актер, народный артист РСФСР Игорь Масленников. Игорь Федорович, от всей души вас поздравляем. Среди фильмов Игоря Масленникова много работ, признанных и любимых народом. Но, однако, мне кажется, самая известная, самая любимая – это картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ну, это вообще визитная карточка Игоря Масленникова. Потому что фильм был признан не только в нашей стране, в Советском Союзе, но и за пределами. И даже королева Англии, на минуточку, отметила своим вниманием этот фильм и вообще сказала, что это одна из лучших экранизаций о Шерлоке Холмсе. А это, знаете, дорогого стоит. Давайте посмотрим отрывок. Какой любопытный тип. Маркер. Который беседует со швейцарем. Маркер. Да, пожалуй. Правое плечо развито сильнее. Левый карман испачкан мелом. Склонен к простуде. Особенно весной. Не женат. Скорее вдовец. Согласен. Но не более трех лет. Согласен. Однако имеет ребенка. Детей, мой мальчик. Детей. Мальчика и старшую девочку. Но собирается жениться вторично. Несмотря на подагру. Ну, черт возьми. Это программа «Про утро» на телеканале ОТВ. Просыпайтесь вместе с нами. А у нас уже полпрограммы прошло, дорогие мои. Долго спите. Это если вы к нам только что подключились. Итак, у нас сейчас настала рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас очень интересный собеседник, друзья мои. Это и музыкант, и продюсер. И вообще просто творческий человек. Валерий Дробыш. И он не однофамилец Виктора Дробыша, а его родной сын. Здравствуйте, Валерий. Доброе утро, Валерий. Здравствуйте, доброе утро. Валерий, ну, у меня первый вопрос. Вы и музыкант, и продюсер, и вообще творческий человек. И вы родились в семье Виктора Дробыша. У вас вообще альтернатива стать кем-то другим была с детства? Или вот шли, как говорится, своим путем с помощью папы, благодаря папе, его деятельности? Там все наоборот. Все наоборот. Все наоборот, да. Рассказывайте. Да, там как раз было так, что вариантов у меня не было других, видимо, ну, как получилось. А отец как раз хотел, чтобы вариант у меня кардинально был другой. То есть день рождения, вот тебе калькулятор, там гитара или пианино, там лунный сонат. Отодвигаем. Нет, не надо этой ерундой заниматься, на жизнь ты все этим не заработаешь. Это продюсер вам. Да, да, да. И вот так вот, в принципе, вот в этой вот дилемме постоянно существовали. И любые какие-то начинания поддерживалось всегда со стороны мамы, которая является поэтессой, и, в принципе, все такие самые громкие хиты ты и написала. Валера, а почему так было? Папа не верил в вас, или он считает свою деятельность настолько тяжелой, что не хотел этот крест взваливать на своего любимого сына? Я думаю, это были еще года, получается, там, 90-е, 95-е, 98-е, вот это время. И я думаю, эта деятельность, ну, крайне сложная была. Особенно тогда, да. То есть не хотел такой судьбы с мемуси. Да, да, да. Я думаю, для него это прямо... А сейчас он доволен тем, чем вы занимаетесь? Вот сейчас уже? Сейчас потихоньку уже, да, уже смирился. Принимаем. Уже смирился. А у вас в детстве все равно тянуло к музыке, к творчеству? Да, конечно. Или да, альтернатив никаких не было? То есть абсолютно гуманитарий. У нас, на самом деле, похожая история с ним. У него только с футболом было связано в детстве. У меня с хоккеем связано. У меня в 7 лет прямо я увидел, как Детройт Red Wings играет с Федором в тройке. И я сразу просто все с головой... Клюшку дайте мне, да? Да, хочу, хочу, хочу. Хотя у меня астма, хотя я такой весь никакой был в детстве для хоккея. Но как-то потянуло сильно. И вот мы до сих пор три раза в неделю... Играем в какой-то, да, ночная лига, да? Ну, не профессионально, или просто во дворе с друзьями? Нет, играем здесь недалеко, тоже в Одинцово. Три раза в неделю с утра в 8.30 тренировки. Ну, это какая-то команда, или это просто группа людей? Команда, да, любители. Ну, понятно, что да, любители. Да, да. Понятно. Ну, здорово. Это очень, кстати, хорошее увлечение. Мне кажется, это разгрузка для вообще такого творческого интеллекта. Кому-то йога, кому-то хоккей. Да, выпивки, энергии, да. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот вы еще музыкант. Да. У вас своя рок-группа. Была, была. Ну, хорошо, была. Была, но это же было. Да. Это, скажите, это было в юные годы какие-то, или как это вообще случилось? Ну, естественно, пять пацанов в рок-группе, естественно, это все распалось. Мне было 22, когда я, кажется, ушел оттуда. Да, 21-22. Это было в Европе. Я просто с 7 лет до 22, до 23 жил в Финляндии. И вот мы мотались там между Швецией, Финляндией и Европой, в принципе. Турили. Вроде все было так хорошо. А что случилось? Почему все это прекратилось? Да какие-то... Переросли, может быть? Наверное, кто-то, наверное, да. Кому-то что-то было недостаточно. Кто-то пожадничал еще. Ну, то есть вроде все начиналось хорошо, мы поехали в тур. А, то есть какие-то междоусобицы начались внутри коллектива, да? Да, внутри, потом продюсер подключился, естественно. Ну, из-за этого Битлз распался на минуточку. Да, да, да. Частая история. Так что, да, это нормально. А не тянет сейчас вот взять гитару? Ну, иногда на студии кому-то что-то там помогает подыграть. Непонятно, а вот так надо... Вообще, вы по натуре своей артист или все-таки больше менеджер? Менеджер больше. Менеджер, да? То есть сцена не тянет, да? Ну, то есть это было, это было интересно, это было прям очень... Ну, был какой-то период уже. Да, фейерверк, но... Опыт. Да, да, классный. А сколько лет просуществовала ваша группа? Лет пять, наверное. Ну, лет пять это серьезный такой срок все-таки. Ну, наверное, серьезный. Я не знаю, как у вас, у рок-музыкантов это серьезный. А я не знаю, у нас в семье как-то было принято, мне кажется, с самого-самого детства я слышал рок-музыку. То есть у нас прям все... То есть ваш папа, он пишет популярную музыку, назовем ее так, а увлекается рок-музыком. А, изначально рок-музыком, да? А потом уже как-то перепрофилировался. Да, у него же там Медляния, Санкт-Петербург, все. Да, 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 оттуда все пошло. Ну, ладно, хорошо. Все-таки вот на сегодняшний день ваша деятельность, ну, скажем так, продюсерская, назовем ее так, или я ошибаюсь, она в чем заключается? Больше в менеджменте. У меня непосредственно компания, которая... Это агентство музыкального менеджмента. Это, в принципе, это не продюсерский центр, это не лейбл, это больше как компания, к которой приходят артисты за услугами. Уже готовые артисты, да? Да, уже готовые. Готовые, новые. А какой перечень услуг вы предоставляете? Абсолютно разный, там, от создания материала, фотосессии, там, юридического сопровождения, бухгалтерия, все-все-все. То есть артисты, они как дети, да? Да, да, да. Они песню одну спели, она хитом стала, все узнают, а дальше что делать не знают, и вот тогда приходит квад, да? То есть это так примерно. Потому что им очень сложно на себе как-то это все сосредоточить, и они просто забывают о творчестве в какой-то момент, и все это начинает разваливаться. Соответственно, вот здесь и мы пытаемся кого-то подхватить сами, и, соответственно, они сами иногда к нам приходят и просто просят, говорят, мы не хотим заниматься там ни туром, ни фотосессией, ничего, нам нужен просто человек, нам нужна команда, которая возьмет это все на себя и сделает. Но это и правильно, потому что творческие люди, они на то и творческие, они в творчестве. Потому что быть и творческим человеком, и хорошим менеджером, мне кажется, это редкий случай. Мне кажется, это вообще невозможно. Так даже по истории посмотреть, это, в принципе, всегда рядом есть кто-то, кто занимается вот этой темной частью. Ну, то есть вот по сути, все-таки, да, чтобы мне понимать, и нашим зрителям тоже, соответственно, вы такие вот агенты, да, становитесь агентами артистов, музыкантов. В вашем случае только музыкантами занимаетесь? Только музыкантами, да. Валерий, скажите, вот вы росли как раз в тот период и начало нулевых, и ваш отец занимался непосредственно, так сказать, представлением таких звезд очень популярных. И сейчас занимается? И сейчас занимается. Но я и нет, я хочу сравнить время, то и сейчас. Что сейчас вообще? Как сейчас зажигаются звезды? Что сейчас должно быть? Потому что время меняется, и меняются условия игры, так скажем. Более самостоятельно, наверное, где-то. Ну, потому что сейчас блогеры, сейчас сами себя как-то рассрочивают. Ну, наверное, потому что научились уже. Да, я думаю, они зажигаются самостоятельно и очень быстро тухнут в том числе. То есть здесь такой вот, опять же, важный момент. За там квартал, два квартала может появиться много, на самом деле, новых представителей там одного-другого жанра. И также это пропадет буквально за пару месяцев. И человека просто не будет в этом во всем бизнесе. Все, закончилось. Это буквально может продолжаться там полгода, и все. Здесь как раз и нужны. Если что-то произошло, он как-то смог достучаться до своих слушателей, здесь нужно как раз агентство музыкального менеджмента, которое сможет его дальше просто контролировать, помогать его держать в каких-то вот рамках, чтобы он может развиваться. А вот если брать такой сравнительный анализ, потому что вы все-таки росли в этой атмосфере, несмотря на то, что были еще ребенком, но тем не менее можете сравнить. Вот то поколение, ну, назовем их так, звезд эстрады, и вот современные как раз молодежь, которые через YouTube, через интернет, TikTok, вот сейчас врываются в чаты, скажем так, да. Вот разница между ними есть, и какая она, эта разница? Вот те артисты и эти артисты. Того времени, и сейчас. Ну, эти более наглые какие-то. Вот современные. Да, и слишком самоуверенные. А те были более, ну, что, зажатые в каких-то рамках? Мне кажется, у них просто путь гораздо сложнее был. То есть они дорожили вот этим вот, именно этим успехом, а тут это все-таки такой... Такой хайп, такой поймал. Мимолетный, в TikTok резко выстрелил, и ты резко в чартах так, вау. А там люди годами просто проходили через все кабинеты там Первого канала, Русского радио, там пытались, 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 и в конце концов... А сейчас раз и... А сейчас, хоп, ничего, заснял селфи. А сложно вот с этими вот, которые сейчас приходят к вам, с ними вообще сложно? Максимально. Да? Да. Да, с кем-то легче. Легче с теми, у кого уже произошел какой-то успех достаточно большой, и которые дальше хотят просто развиваться и двигаться дальше. С ними как раз гораздо легче. А вот те, которые только начинают, и у которых что-то только вот как-то более-менее светит, то... И есть вот эта, наверное, звездная болезнь, они сразу начинают, вырастает корона, они считают, что все, они уже все, они раз стали успешными, и это теперь неизменно. Ну и вообще, они, наверное, народ, конечно, капризный, да, все-таки? Очень. И как находить общий язык с такими творческими личностями? Терпение. Хоккей по утрам. Кого-нибудь клюшкой там, да, знаете, как это? Что-то раскрепощение надо, что-нибудь разбить об стену, что-нибудь раздолбатель по какому-нибудь там по грушу боксерской постучает, да, потом выдохнуть и пойти работать с этими непревзойденными звездами. Нет, у меня лично получается, наверное, по причине еще того, что четверо детей дома, все маленькие, ну, то есть старшему 10 лет пока. Это вы отец, отец героин. Да, да. Какая прелесть. И, конечно, когда ты смотришь вот на то, что происходит дома, то, что уже там на работе, это как-то смотришь через какую-то другую призму. А вы вообще эмоциональный человек, вспыльчивый? Да, могу быть. Можете или вот все-таки? Могу быть и добываю. Наверное, да. А это мешает или способствует работе вашей конкретно? Ну, скажем так, если хоккей пропускать часто и не выплескивать, тогда это будет мешать прям максимально и работе, и дома, и везде, да. А так, конечно, нормально все. Пытаюсь как-то балансировать между. Валерий, скажите, а вот четверо детей, это запланировано было? Это с детства так хотели? Нет. А это бывает запланировано? Бывает. Многие люди хотят. Я хочу большую семью, я хочу пятеро там. И вот как-то вы с супругой, у вас взгляды сошлись, и вы так целенаправленно. Вот как, знаете, Иван Ахлобыстин с Арбузовой. Вот они прям хотели, у них семеро, насколько я помню. У вас это так тоже... У нас не запланировано, но супер все любимые, обожаю. Ну, конечно. Ну, это естественно. Вы вообще мечтали о большой? Вот о такой семье? Да, я троих. А, троих. Ага, получилось, да, плюс один. Ну, что ж, больше, не меньше. Может, это еще и не конец? Ну, хотя бы притормозить немножко. Мы все сплюнули на... Маленькой, мы сколько с собой, мыли маленькой? Маленькой исполняется вот с половиной семь месяцев. Семь месяцев? А, совсем малышка, да. Совсем малышка. Ну да, это еще пока у вас свежие воспоминания. И даже не то, что они у вас не прошли вот этих вот криков, бутылочек, это все, да. Это все у нас... Да, я вас уверяю, годик и три стукнет, и вы уже так, ну, как-то уже хочется вот что-то вот вспомнить. Ну, там, как говорится, все там решается. Валерий, вернемся немножко обратно к вашему папе. Вот вы родились в семье Виктора Дробыша. То есть, ну, соответственно, это накладывает определенный, скажем так, отпечаток и на ваше становление, и на ваше детство, да. Вот расскажите нашим телезрителям, вот каково это быть сыном одного из, ну, скажем так, лидирующих продюсеров в нашей стране. Ну, я не знаю, я вчера как раз разговаривал со своим братом младшим, 23 года, и вот он мне пытался все объяснить, доказать, что как сложно, вот он все боится, что он будет вот в тени вот этой истории, что это потому что ты сын, это потому что сын. Я ему сказал одно, я говорю, я тоже так думал, когда только сюда обратно приехал, чем быстрее ты просто на это, на все плюнешь, и просто будешь жить своей жизнью, и не будешь вот этими какими-то ярлыками, скажем так, проживать, мыслить, да, то тем легче тебе самому будет. А случалось в жизни вот такое, что, да, там, в спину шептали, ну, понятно, сынок. Да, конечно, да, это постоянно, да, это и сейчас есть. Дети всех известных родителей с этим сталкиваются. Ну, мне кажется, в этом случае надо просто доказывать всем своим творчеством, своим талантом и все. Просто заниматься любимым делом. Другого варианта нет. Ну, да. Ну, а вообще в вашем доме бывали же, да, и известные люди, и певцы. Да, в детстве. Все это ваше детство. Когда мы еще в Питере жили, да. И, ну, то есть это ваша жизнь, ну, скажем так, ваше детство – это исключение из, да, из правил для среднестатистического жителя нашей страны. Вот. Вы как-то осознавали это, да, что вот вы сейчас сидите за одним столом там с человеком, на концерты которого попасть никто не может, да, или что вот сейчас вот вам там совет дает кто-то из таких звезд такой первой величины, то тех людей, о которых об общении, с которыми среднестатистический ребенок даже мечтать не может. Вы осознавали? Или это для вас нормой было так вот прямо? То, что норма, всегда как-то осознается, когда заходит вот звезда в комнату, то какая-то аура прям чувствуется, что вот сейчас что-то происходит. Энергетика такая, да. Да, энергетика какая-то интересная. То есть вот это всегда так чувствовалось. А так сказать, что прямо в шоке сидишь в углу, что сейчас происходит, такого не было, нет. Все равно они нормальные, такие же простые люди, да. А в школе у вас как-то вот какой-то авторитет был за счет вот вашего детства? Мне повезло. Я как раз переехал в Финляндию, там вообще никто понятия не видел, да, да. Там до наших звезды не было. Да, ну понятно. Валерий, скажите, хотелось бы вернуться к вам. А почему вообще вы занялись даже не продюсированием, а вот таким менеджментом? Что вам в этой профессии, почему вот, я так понимаю, что вы увлечены, и это ваше дело, дело жизни, вам это нравится, вы это создаете. Почему? Что? Почему вот вы не захотели, допустим, самому делать карьеру? Ну, во-первых, это интересно. Здесь присутствует творчество постоянно, вот постоянно. Как бы ни было сложно со всеми с ними, все равно это творческий процесс. И у меня достаточно сложный был путь именно становления и того, как прийти вот именно к музыкальному менеджменту. Я прошел и банк, и все остальное. То есть работал там персональным менеджером в банке. Ну, то есть, и это прям было очень сложно. Вот, и тут я, конечно, понял, что либо так, либо никак. Потому что так просто... В деньгах все равно, мне кажется, счастья не найти. Ну, это очень сложно. Просто делать что-то для того, чтобы когда-то кем-то там стать и больше зарабатывать, но тебе будет это не нравиться категорически, но это прям вообще не очень. Ну, конечно. И здесь вот какой-то такой симбиоз получилось найти, что это вроде и менеджмент, где присутствует и экономика, и республиканция, и все остальное, но это связано напрямую с творчеством, соответственно, это суперинтересно, это постоянно как-то креативно. Ты даже в каких-то обычных ситуациях, там, для банкиров, для экономистов, и еще для кого-то, вынужден находить какие-то другие совсем лазейки, на которые бы они не обратили внимания. Потому что это все связано с музыкой, с творчеством, там все по-другому. Ну, а как вы считаете, это уже вот все-таки финал, да? Вот вы нашли, остановились и будете дальше развивать и себя, и свою компанию в этом направлении? Или вы еще можете предположить, что жизнь может еще как-то круто повернуться, и что-то появится в вашей жизни? Займитесь еще чем-нибудь, еще что-нибудь, кстати, интересно. В 2022 году я считаю, что все может повернуться. Да, это да. Колоссально резко и быстро, и, соответственно, можно заняться всем, чем угодно еще. Валерий, ну вот такой у меня вопрос, тоже, я думаю, многих наших зрителей интересует. Для вас, Виктор Дробыш, в первую очередь кто? Это известный продюсер, да, который знает вся страна? Это учитель, да, такой гуру, который многое вам дал и направил вас в нужном направлении? Или это вот прям папа-папа, все-таки в первую очередь? Наверное, папа-друг. Папа-друг? Да, вот в первую очередь. Это идеально. Да, наверное, даже так вот, друг-папа, папа-друг. Часто вы вообще общаетесь? Да, да, мы вместе, во-первых, играем. То есть, да. Ага, хоккей. Во-первых, да, плюс соприкасаемся постоянно. А в детстве часто папу видели? Вот, в детстве нет, сейчас компенсируем как раз, да. Уже во взрослом год, когда вы вдвоем выросли, уже есть о чем поговорить. Валерий, я еще хотела бы на один маленький вопросик вернуться к вашей деятельности. Скажите, вот ваши артисты, которыми вы занимаетесь, их успехи, это ваши успехи? Что вы чувствуете? Вы за них прямо вот крадуетесь, как за что-то, к чему вы приложили душу, частицу себя? Наверное, поначалу, когда это только начиналось, хотелось, чтобы это было именно так. Потом уже с каким-то опытом и с какой-то, наверное, мудростью стало понятно, что это так не работает, особенно сейчас. Это общий успех, и я считаю так, что со своей стороны, со стороны своей команды, успех — это подтолкнуть человека и не дать ему сорваться просто, и дать ему возможность развиваться дальше. То есть, вот это вот становление — это как раз точка нашего успеха. А потом это уже как кубик рубится, что собирается. Мы его так поддерживаем аккуратно, то есть самое главное — вот это вот становление. Если это получается, он дальше уже плывет, у него все хорошо, и все стабильно, соответственно, вот. А артисты, с которыми вы работаете, они благодарны вообще? Ну, публика, скажем так, или как бы они это воспринимают? Ну, сделал и сделал, я же деньги плачу, что, собственно говоря, почему? Ну, по-разному. То есть, тут как кто воспитан, скажем так. А получается так, что завязываются дружеские отношения, и потом общаетесь, да, и потом уже, что называется... А в большинстве своем все-таки это дружба или это бизнес? Вот, наверное, в продюсерских центрах это больше, скорее всего, дружба. И там как раз на фоне вот этой вот дружбы и на фоне вот этих вот человеческих больше отношений очень часто какие-то моменты ломаются. Также какие-то, ну, за редкостью все наоборот превращается в какую-то долгосрочную игру. А у нас как раз идея в том, что мы как бы не про дружбу в лобовую, а мы больше про работу совместную, про какой-то совместный успех. То есть, дружить это тоже круто, классно, но слишком глубоко туда вот не пытаемся нырять. Валерий, ну, у нас в конце нашего интервью всегда мы гостям нашим задаем блиц-опрос. Там пять-шесть вопросов, коротких предполагающих, короткие ответы. Быстрые. Ну, как, насколько это возможно. Хорошо, хорошо. Полина Николаевна? Нет, давайте, вы, Денис Александрович. Хорошо. Валерий, с чего начинается ваше утро? Так, по-разному. Либо со слез, либо, ну, не с моих. С детских? С детских, да. Ну, если их много, то и с моих можно. Так все красиво рассказал, так все классно, круто. А с чего начинается? Да я по утрам плачу. Нет, вообще, либо провожаю детей в школу, либо стою раньше и уезжаю на тренировку. А чем заканчивается ваш день? Тоже слезами. Укладываю спать. Со слезами бывает. Да, 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 в основном. Укладываю спать и, соответственно, с женой провожу время. Ваше самое положительное качество, по вашему мнению? Не по мнению жены или папы, а вот именно по вашему мнению. Наверное, какое-то позитивное мышление. Позитивное мышление. А самое отрицательное? Ну, может быть, местами даже вот эта вспыльчивость бывает, да. Вы бы хотели дружить с таким человеком, как вы? Наверное, да. А жить с ним? Да, почему нет? Редкий ответ обычно. Редкий ответ. Да, да, сначала, а потом говорит, нет, 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 ни за что. Если бы вы отправились, попали на необитаемый остров, и вам можно было бы с собой взять три вещи, чтобы это было? Ой, это вот эти спички там что-то. Ну, спички, можно спички. Нам на одном интервью сказали мужа. Мужа, да. Да, одна. Мне сказали, топор, спички мужа. Да, топор, спички муж. Ой, наверное, ну, семью бы взял свою. Это первое. Да, это первое. Вот какие-то, видимо, генеральские длинники пошли. Они бы тоже что-то с собой взяли. Человек говорит, на необитаемом острове, знаешь, там, голодать, холодать. Говорит, семью взял бы. Это как в анекдоте, знаешь, про русского, американца и немца, которым сказали, на необитаемом острове как раз они втроем сидят, и золотую рыбку поймали. Говорит, каждому по три желания. Первый говорит, там, миллион долларов, американец, виллу где-нибудь там в Техасе и домой. Хорошо, раз нету его. Немец говорит, там, не знаю, земли побольше, завод под Мюнхеном и домой. Ну, унесли. Русский сидит, говорит, ну, такая компания была. Давай ящик водки и этих двоих обратно. Семью с собой сюда же. Семья – это первое. Вернемся. Ну, и все, что жизнью необходима для этого всего. И рюкзачок жизнью необходимых вещами. Ну, хорошо. Два таких философских вопроса. Первый – философско-фантастических. Первый. Если бы была такая возможность вот сейчас пообщаться с собой, 18-летним, вот что бы ты себе сказал? А ты не поверишь. Вот так, да? Сто процентов. Ладно. Сто процентов. Ну, и финальный вопрос. Если бы была фантастическая возможность пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на земле, известным, неизвестным, или живет сейчас и здравствует, тоже, опять же, известный, неизвестный, неважно. Вот с кем бы ты захотел провести время за чашечкой кофе и пообщаться? Даже не знаю. Есть один кандидат? Ну, да. Не буду говорить. Нет. Тогда план «Б». Я думаю, все хотели бы сейчас пообщаться и спросить, что дальше. А, и… Да. У нас были такие ответы. Ну, кстати, у нас-то это очень распространенный ответ, между прочим. Да, да. Все поняли, да. Наверное, да. Ну, то есть, раскрою карты, президент России, правильно? Да. Ну, я еще раз повторяю, очень распространенный ответ, и многие хотели бы с ним пообщаться. Действительно, человек, конечно, сказать, что неоднозначный или интересный, ничего не сказать, естественно. Поэтому это абсолютно нормальный ответ. Ладно, Валерий, ну, спасибо огромное. Вам спасибо. Большое. Очень приятно было с вами общаться. Взаимно. Да. Я думаю, что нашим зрителям было интересно. Вот. И, собственно говоря, у меня предложение. Не обо всем поговорили. Приходите еще. Конечно. Да, уже можно. Даже с семьей. Ну, совсем не. В студии нет. У нас, на самом деле, места много. Разместимся. Хорошо. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы не прощаемся. Через несколько секунд мы с Полиной ждем вас в студии. Как иронично сказал когда-то Марк Твен, единственный способ сохранить здоровье – это есть то, что не хочешь, пить то, что не любишь и делать то, что не нравится. Но тут я позволю себе не согласиться с классиком, потому что потакать своим, скажем так, дурным привычкам – это значит идти по пути наименьшего сопротивления. И ни к чему хорошему это не ведет. А вот если вырабатывать в себе полезные привычки, то трудно только в самом начале, а дальше вы будете только получать бонусы. Да, и бонусы какие – это и здоровое, красивое тело, и отличное самочувствие, и очень высокий уровень жизни. А помогают вырабатывать, ну, вот те самые полезные привычки, о которых только что сказала Полина, конечно же, наши рубрики. И начинаем мы с главной рубрики, которая называется «Про здоровье». Итак, смотрим. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Анжела Серошко, и мы говорим о здоровье. Сегодняшняя тема у нас – вода. Вода – это источник жизни, источник молодости, источник гармонии и сил. Вообще, вода – это универсальный растворитель, который необходим во всех процессах ферментации и жизнедеятельности. Мы с вами состоим из воды, и мы не можем жить без воды ни один день, потому что даже головной мозг состоит, большая часть его из воды. И вы спросите, а сколько же воды нужно пить? Очень много споров из-за этого. Кто-то считает, что можно пить, нужно пить много воды, кто-то считает, не нужно. Многие слышали такую цифру, как 1,5-2 литра воды в день. А как же понять, сколько воды нужно выпивать обычному человеку? Я вам скажу, что это все очень просто рассчитывается. Вы знаете свой вес, и вы можете рассчитать свою норму воды, потому что вес рассчитывается 30 мл на 1 кг вашего веса тела, и вы будете знать свою дневную норму. Итак, когда же мы пьем воду? Конечно же, когда мы просыпаемся. Это самое главное. Начинайте свое утро с воды. Приготовьте для себя самый красивый стакан, который есть в вашем доме. Это будет своего рода утренний ритуал. И у вас будет уже отличное настроение, когда вы будете пить свою воду, начинать свой день с красивого бокала и вкусной воды. Воду можно и нужно пить комнатной температуры. Не нужно охлаждать ее, либо наоборот подогревать. Хотя есть такое понятие, как утром принимается вода 40 градусов. Почему? Потому что в нашем организме, в желудочно-кишечном тракте, в кишечнике, в общем, везде, где проходит жидкость с утра, там температура 38 градусов. И когда мы употребляем воду, она комфортная для нашей микрофлоры. Многие добавляют в воду лимон. И это не возбраняется и даже приветствуется. Но вы должны понимать, какой у вас уровень кислотности, как вы это воспринимаете, хочется ли вам такой воды с утра. Поэтому это только индивидуально. Я не могу вам рекомендовать именно такой рецепт. Вы должны слушать свой организм, слушать себя, и вы поймете, какая вода вам больше нравится с утра. Многие говорят, мы не можем пить теплую воду, потому что нам некомфортно. Да, действительно, когда много времени человек привыкает к определенной температуре воды, к определенной структуре воды, ему сложно перейти на правильный, когда он о таковом узнал. Но начните применять эту привычку потихонечку. Просто добавляйте, пейте свою воду к комфортной вам температуре и добавьте пол стакана воды теплой. И посмотрите, как вам захочется потом лучше сделать выбор, в какую сторону. Еще такой лайфхак. Если вы хотите не переедать обедом и ужином, если вы хотите, чтобы ваше пищеварение работало как часы, можно выпивать стакан воды комнатной температуры за 30 минут до обеда и ужина. И тогда у вас будет комфортное пищеварение, желудок работать будет как часы, и результаты не заставят себя ждать. С вами была Анжела Серошка. До новых встреч! Ну а привычка быть красивой, сногсшибательной, великолепной, самой лучшей, королевой, для любой женщины это естественная привычка. Ее вырабатывать, конечно, не нужно. Они, женщины, я имею в виду, рождаются с этой привычкой. Но, тем не менее, скажем так, бьюти-индустрия так стремительно развивается, что за всем не успеваете даже вы, мои милые модницы и красавицы. Так что посмотрите нашу рубрику про бьюти, может быть, что-то интересное для себя и новое откроете. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова, и вы смотрите Pro Beauty. Наша сегодняшняя тема – тушь для ресниц. Сегодня косметический рынок предлагает такое количество видов туши для ресниц, что неприемлемо назвать это слово универсальным. Производители косметики постарались на славу, и сегодня остается лишь понять потребности ресниц и выбрать соответствующую тушь. Удлиняющая тушь идеально подойдет для коротких и тонких ресниц. Эффект удлинения создается за счет разделения и прокрашивания волосков от начала и до конца. Так что щеточка здесь играет крайне важную роль. Она должна быть средней густоты и с коротким ворсом. Часто такие кисточки и вовсе могут быть силиконовыми, похожими на резиновые валики и односторонний гребешок, на что требует определенной сноровки в использовании. В состав удлиняющей туши, как правило, входят специальные волокна, которые присоединяются к кончикам волосков и тем самым прибавляют ресницам длину. Подкручивающая тушь идеально подойдет для прямых и жестких ресниц. Состав подкручивающей туши обычно отличается присутствием в ней специальных восков, которые смягчают жесткие и прямые реснички. А потом с помощью специальной щеточки придают им небольшой изгиб. Обычно такая тушь очень быстро сохнет. Это необходимо для немедленной фиксации результата. Поэтому в правильном ее использовании нужно будет потренироваться. Наносить тушь нужно подкручивающими движениями, придавая особое значение прокрашиванию основания ресниц. Тогда эскип продержится дольше. Добиться более видимого результата можно с помощью керлера. На сегодня это все. Вы смотрели Pro Beauty с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня! Действительно, в бьюти-сфере за модой угнаться сложно. Но в нашей жизни есть вещи, которые из моды не выйдут никогда. Например, живопись. Будут появляться новые жанры, стили, техники. Но вот душу, вложенную художником в свои полотна, не заменит ничто и никогда. Тем более, что мировое изобразительное искусство, оно, знаете, как хорошая книга. Его можно пересматривать и пересматривать, пересматривать и пересматривать. Я вам более того скажу, многие полотна хранят в себе удивительные тайны, открыть которые нам поможет Илья Рыков в своей рубрике про искусство. Смотрим. Картина Эдгара Дега «Абсент». На картине мы видим колоритную парочку. Утро, кафе. Дама явно с низкой социальной ответственностью попивает «Абсент». Явно уже не первый стакан. И ее спутник тоже, в общем-то, не трес. Для картины позировала известная актриса Элен Андре. И, между прочим, резонанс по поводу этой картины чуть не стоил ей карьеры. Что касается второго персонажа, его исполнил Марселен Дибутен. Это художник и гравер, который промотал свое состояние в Италии, вернулся в Париж нищим и пробивался тем, что рисовал портреты за 10 франков посетителей кафе. Никогда не пей эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента. Картина вызвала бурное социальное негодование, поэтому признание к ней пришло только через много лет. Ну, а привнести в это осеннее утро немножечко свежести, красоты, гармонии и ярких красок природы поможет наша следующая рубрика про цветы. И, кстати, сегодня в День тыквы наша рубрика про цветы посвящена как раз именно этому, как вы помните, фрукту. Да? Итак, смотрим рубрику про цветы. Доброе утро! С вами я, Дарья Ромашева, и рубрика про цветы. Сегодня я вам расскажу про самый интересный осенний декор. Осенью сезон тыкв. Тыквы можно использовать в разных вариантах. Например, сделать из тыквы цветочную композицию для дома, украсив свой интерьер, или для подарка своим родным и близким. Также есть декоративные тыквы. Они маленького размера. Их можно разложить в вазочке дома или в маленькие корзиночки или лукошка и украсить прекрасно стол. Даже есть такие необычные варианты, выращенные российскими садовниками. Тыквы можно использовать также необычным образом, украсив композиции для сервировки стола. Их можно покрасить. Их же можно использовать в качестве творческого эксперимента с вашими детьми, разукрасив их и нанести на них рисунки, либо добавить блеска, золота или серебра. Но вернемся к цветочной композиции в тыкве. Сделать ее не так сложно. Для этого достаточно иметь цветы, флористическую губку и тыкву. И, конечно же, острый ножик, которым можно вычистить серединку тыквы. И дальше дать волю своей фантазии и прекрасно создать композицию. С вами была Дарья Ромашева и рубрика «Про цветы». Чудесного вам настроения и скоро увидимся снова. Надеемся, что смогли вас сегодня порадовать интересными фактами, событиями, беседами. А сейчас мы вам расскажем о том, как следует провести сегодняшний день, по мнению звезд. Итак, овнам сегодня следует говорить только правду. Любая даже самая невинная фальшь приведет к конфликту на работе и лишит вас спокойствия на весь день. Берегите свой авторитет и доброе имя. Не принимайте рискованных предложений. От себя добавлю, что говорить правду вообще надо каждый день. Это полезно для здоровья, друзья мои. А у тельцов сегодня удачный день для повышения по службе. Начальство к вам благосклонно. Можно продуктивно обсуждать ваши профессиональные обязанности и возможный карьерный рост. Но учтите, что большая ответственность на работе оставит вам меньше времени для личной жизни. А близнецам сегодня энергия и желание действовать помогут закончить много дел, решить важные вопросы. Не бойтесь браться за самые сложные дела. Удача сегодня будет на вашей стороне. Раки, порадуйте себя сегодня приятной покупкой и проведите этот день так, как вам хочется. Отдохните с друзьями. Немного спортивных нагрузок на свежем воздухе тоже хорошо повлияют. И приятное знакомство вернет вам силы и подарит много приятных моментов. Для львов хорошим отдыхом 26 октября будет смена обстановки или небольшое, маленькое такое путешествие. Вам нужно восполнить запас энергии, привести свое состояние в норму. Тогда все профессиональные проблемы будут решены в вашу пользу. Так что куда-нибудь недалеко, так от дома, отправьтесь сегодня обязательно. Звезды обещают благоприятный день для дев, когда любое общение с коллегами будет легким и приятным. Вы можете заинтересовать нужных вам людей и решить важные вопросы. 26 октября чувство уверенности будет сопутствовать вам весь день. Важные решения, которые предстоит сегодня принять весам, будут иметь значение в будущем. В общении будьте внимательны, вежливы и спокойны. Уважайте своего собеседника и его точку зрения. Не отказывайте, если кто-то попросит вас о помощи. Скорпионам деловые встречи или собрания смогут помочь в их дальнейшей карьере или налаживании нужных связей. Соглашайтесь пойти на бизнес-ланч или конференцию. Используйте любой шанс повысить свой профессиональный уровень. Стрельцы. Проблемы или сложности, которые могут устроить ваши недоброжелатели, вы сегодня будете решать быстро и объективно, избегая при этом всех негативных последствий. Рассчитывайте только на свои силы, так вам будет проще принимать верные решения. Козероги. Посмотрите скептически на людей, которые вас окружают. Среди них есть те, которые только пользуются вами и добавляют негатива в вашу жизнь. Сегодня будьте осторожны в романтическом общении с противоположным полом. Есть возможность быть обманутыми. А у водолеев сегодня хороший день для больших свершений и активных действий. Не бойтесь врагов или завистников. Сегодня они не смогут навредить или помешать вам в ваших планах. А вот у рыб день сегодня неблагоприятный в сфере здоровья. Внимательно следите за тем, что вы едите и что вы держите в руках. Велика вероятность отравления, травмы или заболевания. Не посещайте людные места или сомнительные столовые. Наш эфир подошел к концу, но день только начинается. Проведите его с пользой и с хорошим настроением. Ну а мы с вами увидимся завтра. Время и место прежнее. Телеканал ОТВ. Программа «Про утро». Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»